Да Каждый раз хоть обязательно несколько свежих фамилий Это свежие люди, они еще не испорчены Знаете, у меня еще отголосок прошлого вебинара, он в чем заключается Звонок Человек начинается на длинный разговор Я не умею прерывать, говорить некогда И вот он говорит, вот у меня дерево растет Фото нет, я говорю, пишите фото, поговорим Нет, вот так И главное, он меня убеждает, говорит, вот тут две ветки растут параллельно Я одну уберу Я говорю, зачем? Они же параллельны А у человека уже, он уже обученный кем-то до меня Вот А вот здесь вот, говорит Ветка смотрит вот так вот вниз Можно я ее уберу? А я не вижу фотографии ничего 30 минут я убеждал Не трогайте вы эти ветки Вообще не трогайте Зачем? А написано оказывается в этой инструкции, что Если ветка смотрит вниз Под урожаем она плоды окажутся на земле Не отрываясь от ветки, просто ветка упрется в землю И плоды сгниют Господи, боже мой Ты хочешь за вещи дерева потерять, морозостопишь Вообще не иметь плодов Тогда он А и потом до меня железо дошло Он цитирует Я-то думал, он свои слова говорит Он цитирует инструкцию Он ее внимательно прочитал Есть такие занудные люди И все это как бы А перед глазами у него стоит Или эти самые Его деревья, которые тут же за окном в саду растут Он смотрит на них То ли через окно, то ли рядом стоит Хоть жалуется, что там много снегом засыпано И явно цитирует То, что кто-то научил И меня пытаются убедить Ну, чтобы я дал ему добро Я уже взумолился Что вы хотите Вы понимаете, что каждая рана Это приближение смерти Это все Ну, ветка уперла землю Ну, два яблока сгниет Ну, вы понимаете Ну, не трожьте его Я его умоляю Вот 30 минут Он недовольный отключился Я ничем его не убедил Что я стою против той статьи Где написано, что эти ветки параллельные Я не вижу, как они параллельные Ну, вот параллельная ветка Он так говорит Они смотрят в одном направлении Их надо одну уничтожить Спрашиваю, зачем он говорит Как зачем Они же параллельные Вот это вот логика Ладно, выговорился Добрый день всем Как грустно Царствие небесное Весь и покой Юрий Алексеевич Сейчас, друзья, вторая проблема Наследие Я представляю, как он будет На том свете Он не пропадет Вы знаете, я горько шучу Что там, видимо, проблемы Вот я перечислил несколько фамилий Их туда забирают Быстро-быстро Вот Там надо кому-то работать Вот Они здесь набрались опыта А теперь их место в этом В Адеме Вот В райском саду Это Кстати, я к этому серьезно отношусь Так что И царствие его депестное Но вечера покоя Алексеевича не будет Он там еще такого В райском саду натворит Я говорю Да, мы заслужили Я еще когда-то Вслух говорил Юрий Алексеевич Мы заслужили Сковородку, конечно Котел Котел с кипящей смолой Но Зато Без нас Я надеюсь, что нам все-таки Хоть по лопате-то вручат Вот И отправят Это Ухаживать за садом Ой Скорбим соболезновей Вечер памяти Алексеевичу Здравствуйте Московская область Добрый вечер Привет, Савел Казахстан Скорблю Павел Алексеевичу Всем здоровья Соболезновей Нижний Новгород Юрий Железов Скорблю И всем выражаю Соболезновей Судиско-чин Юрий Алексеевич Владимков Мир ему праху Опарина Елена Очень-очень печально Ирина Полтовец Как жалко Как обидно Соболезновей Хабаров Лилия Ражева Здравствуйте Какая печальная новость Уходит в лучшее Царство небесное От Леонида Пожелание Юрий Алексеевич Это Нина Скугорева Бурю в сердце принято Сверхпетельное известие Врека Всем соболезновей Держитесь Пожалуйста Для сохранения памяти О нем тоже нужны И силы энергии Светлая память Латинкова Будет поддержана Вами Достойно Передо мной Ладым Господи Кто бы нам Дал денег Чтобы Елена Александровна Которая может Такие книги Написать Павел Троценко Редактор от Бога Уже то что есть Он может Превратить в книги Кто же ему Даст Такую возможность И все Будем Вот эти Дебильные инструкции Про параллельные Ветки Нина Селиванова Женщина памяти Алексеевича Колесникова Всем здравия Валерий Костянович В уроке Совет Латинкова Записали на годы На видео Светлая память Алексеевич Низкий поклон Да и не ты за это Кто про это знает В школах На уроках Биологии Кто про это знает В институтах Кто это знает В академиях Запечатлено Оток Соболезнования Всем близким Верой Алексеевич Михаил Всем привет Светлая память Алексеевича Располнимая утрата Скорбим Шелепо Шелепо Соболезнования Родим Близким Алексеевич Жалко Хороший был Светлая память Но память Остались Его саженцы Да Ой Вовремя вспомнил Когда я разговаривал С Галиной Она сказала Кто будет спрашивать Передайте Все обязательства Мы выполним Кто О чем идет речь Все понимаете Шелепо Вечная память Городничен Москва Оскорбим Но неусполнил Утрат Юрий Алексеевич Вечно с нами Марина Модина Вечная память Шарства Небес На душе Юрия Алексеевича Коста Добрый день Заказываю вас На сайте Костки Абрикоса Есть вопрос Какой самый лучший Сорт Абрикоса Для кураги Компота Компота Не варив Варенье Не делаю Давайте так Есть сайт Мой Кто-то Из нас Может ответит Там На этот вопрос Повторяю вопрос Наказываю вас На сайте Костки Абрикоса Есть вопрос Какой самый лучший Сорт Абрикоса Для кураги Компота Не варив Варенье Не делаю Я тоже И я не знаю Какой самый лучший Они разные Есть из Канады Из Европы Из Китая И Дальний Восток Не знаю Надо кому-то Этим заниматься Специально Может кто-то знает Очень жаль Особенно Когда уходит Мастер Пишет Сергей Дороганов Антонина Скугрева По поводу Превок Со мной никто Не связывается Я жду и надеюсь Антонина Не надейтесь Представьте себе Что Где-то Вас Если бы Были дотошны И больше Было времени Сил Понимаю Вам не до этого Вы бы объехали Эти все Питомники С города Кемерово И Поговорили с людьми Узнали Кто у них Эти Или бы Увидели Что стоят Они непрекаянные Привезенные Еще осенью И надежда Дохнут Ожидая Когда их Все-таки Кто-то Купит Вот Скорее всего А вдруг Есть питомник А вдруг Есть Ну то что Эти питомники Выставляют на сайтах А почему Они чужие фотографии Роскошные Уже близко Такое Не вырастет Почему я знаю Смотрите Я 22 тысячи Черенков Вышел В НПО Сады России Крупнейший Питомник России Он же Вносит Гордое звание Научно Производственное Он общается Наукой На тот момент Когда меня туда Попросили Приехать Я приехал туда Там работало 8 кандидатов Науки Так что Слово Научно было Не зря Другое дело Что Он единственный В России Кто попросил У меня И сразу Все шедевры Мои На тот момент Все шедевры Это было Конечно Они Большая часть Потеряли Понятно Помните Я вам показывал Фотографию Яму Заполненной водой Сажен Посадили Яму Заполненной воды Как будто Это Кастрюля какая-то Или ведро Вот Я когда посмотрел Ужаснулся Конечно Они все Что угодно Угробят Если других Учил Убивать Деревья Уже при посадке Уничтожить Изгноить Это было Но больше Ко мне Ну и Из ученых Только Ваулин Больше Ко мне Никто Никогда Не обращался Никто Никогда Предомников Сотни Насвежитый Материал Отойдет От этих Вот На вот Такие Вот Но это Надо Работать А зачем Если я Получил Два Приглашения С Италии Соглашайтесь Мы вышли И что я Тут без меня Таких было Называли Саженцем Железов Помните В одном из этих Вебинаров Саженцем Бородского Саженцем Железов И на верную Смерть Люди Садили Позорим Мою Фамилию Еще Две Фамилии Никто Не хочет Заниматься Садоводством Все эти Питомники 99 100 Это Мошенники Добрый Вечер Светлая Память Урина Алексеевича Добрый Вечер Вечер Память Урина Алексеевича Не успели Мы Отправиться После Кончины Боднера Сегодня Только Чернекил Привал Как Снова Потрясение Да Александр Это Потрясение Вот Сегодня Грустный День Разговор Был Короткий Вот Значит Что Я тут Вижу А Мастер Класс Попрощен Сердеку Винограда 17 Марта Так Виноград Или Вперед Александр Это Еще Один Шедевр Хорошо Что Молодой Для нас Молодой 46 Или 47 Лет На Умница Хотите Виноград Давайте На Мастер Класс Александр Петрович Вот Кто Хочет Побыстрее Получить Сад Я вам Рассказ Уже Из Косочек Уже Сад Вот Эти Два Каталога Это К нам С Антоном Валерьевичем Сафрон Ну 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 Оно Того И Стоит Сегодня Не Это Сегодня Мы Все Грустим Сегодня Мы Потеряли Человека Равного Которому Да Таких Я Помните Показывал Две Ладони Это На Всю Страну Вот К сожалению Красную Книгу Для Таких Людей Никто Создавать Не Собирается Полностью Отпочковалась От Нас Полностью Не Просто Наука Научное Судовольство Оно Все Разделилось На Нищий Нижний Уровень Вот На Нищих Преподавателей Вот Это Министерство Науки На Нищих Эти Самых Производителей Якобы Сортов Я Такие Примеры Издевательские Приводил Вот Это Производственная Наука Это Профессиональная Наука Кто Который Должно Накормить Страну И Никогда Не Накормит И Верхушка Когда Это Кто То Мудрый По-своему Мудрый Уничтожил Науку Одним Росерком Пера Отделив Финансирование От Науки Сказал Себе Вот Академики Вот Денежки Вот Они Вот А дальше Подражать Нет Поняли И Все И За Это Надо было Расстреливать Сразу Как только Кто-то Расписался Сразу К стенке Сказать Вот Именем Российской Федерации Вот Ты Вредитель Номер Один Отдели Финансирование От науки Представляете Машина Тоже самое Вот Нет И Создал Машину Создал А горячего Для нее Денег нет И вот Стоит Она Машина Допустим Это Образное Выражение Она Стоит Красивая Лучше Мерседеса Там Вообще Вот Может Весен Двигатель Изобрели Уже Для нее Вот Может Быть Атомный Двигатель Да Атомная Энергия Она Вот Вот Столько Вот Этого Самого Урана Вот Столько И все Целый Город Можно Самое Освещать Машина Может Чуже Съездить На одном Двигателе Ни разу Не заправляет Вот Ну Понимаете Машину Сделали А это Нет Сказали Нет У нас Ничего Нет Нет У нас Ничего Поняли Вот Не дадим Вам денег И пусть Она Стоит И вот У нас Так Везде Вот Как Было Так Сделать И у нас Отделили От Науки И науку Разделили Вот Наука Сама По себе Деньги Сами По себе И Никого Не волнует Что мы Жрём Эту Отраву Никого Из тех Кого Должно Волновать Всё Друзья До свидания Грустный День Получился Впереди Ещё Много Тем Даже Новых Тем Так Хочется Чтобы Начинать Детей Всё Это Вот Мы Уходим Передать Некому До свидания Друзья Не получилась Оптимистическая Нота Спокойной Ноти Если Способна Уснуть Слевец Вебинар Опять Понедельник Все Намер Вас Одовольство Но Умирает До свидания Я отключаю Трансляцию